Доброе утро! Друзья, мы с вами начинаем второй серии моей книги под названием «Записки зачарованного сибирского садовода». Вторая серия. На всякий случай напомню, что это не просто сад, в нем есть несколько рекордов по урожайности, как минимум российских рекордов, как минимум, и по качеству плодов это лучшее, что есть на северной стороне планеты всей. Если вас заинтересовал, продолжаю. Итак, вторая серия. Всеми родами с детства. Окончилась война. Красный карандаш вождя народов провел линию на политической карте Европы. И эта черта прошла через души и судьбы миллионов людей. Моих дедов и маму посадили в баржу и из польской Украины увезли и высадили в сожженной солнцем Херсонской степи. Старый прекрасный сад остался в горьких воспоминаниях. Школа с букетом святого шел как на праздник. Учителя оказались небожителями. Испытал потрясение, когда зашел домой к своей первой учительнице и увидел, что у нее руки в муке. Как это? Ангел готовит тесто? Летом все свободное время, рассевшись как грачи на старых диких черешневых деревьях, объедаемся вкуснейшими плодами. Каждую весну школьные педагоги учили нас высаживать деревья на улицах военного городка. И что интересно, не дикоросы, а именно плодовые деревья. Выглядело это так. Я держал саженец на весу, а учитель расправил корни и аккуратно засыпал их землей. Наверное, тогда я стал садоводом, о чем не подозревал до 35 лет. Учили нас и парниковому овощеводству. И это при том, что на юге Украины истанно вступает на два месяца раньше. Обратил внимание на то, что морозы стекла парника были влажными. Ой, как потом пригодилось это именно в садоводстве. Ранние прививки и зеленое черенкование под полиэтиленными бутылками. Все свободное время проводил в прекрасном саду. Испортил зубы оплоды лесного ореха. Как его называли, а точнее лещину. Зато заметил, что на пушках леса вначале росли карликовые кусты, затем крупнее, затем карликовые деревья, затем выше и выше, и, наконец, уже самые огромные. Явно то, что чем дальше в лес, тем уютнее защита от ветра. Но там же в гуще идет борьба за солнце. Деревья тянутся вверх. Угол наклона веток острый. Нижние скелетные ветки сухие. Нет света. Сейчас, секундочку, я посмотрю, идет ли запись. Вот. Ну, надеюсь, идет. Так. А вот, к примеру, мощная сосна или дикая груша растет в чистом поле. Дерево разлапистое. Ветки крепятся горизонтально к земле. Море солнца. Прошли годы. И теперь одно из моих утверждений звучит так. Наши плодовые деревья – мигранты. Переселились к нам из разных регионов, разных континентов. Они бывшие лесные жители. А значит, и рассели при разной освещенности. Скелеты яблонь, груш, слив, вишен, абрикосов и так далее. Закладывались в разных условиях. И сформировались разные углы наклона веток за миллионы, за сотни миллионов лет. А мы берем в руки секатор, так, пилу и исправляем природу. Наносим раны на штамбы. Ждем плодоношения в жесточайших сибирских условиях. Деревья живучи. Зализывают раны. В кавычках зализывают. Мы снова режем. И ранний железо тоже резал. И вот в экстремальные зимы тепло окончательно уходит из скелета. И дерево дает предсмертный урожай. Вот тут я вынужден прокомментировать эту фразу. Предсмертный урожай. Именно калечене деревьев. И предсмертный урожай, обычно обильный, ввел в заблуждение миллионы садоводов. И, к сожалению, тысячи ученых. Страница 11. Записка зачарованного сибирского садовода. О том, что деревья излучают тепло в окружающую среду, заметил тоже в детстве. Именно в лесу. Там теплее, позже начинается зима. Но даже сейчас, через 50 лет, не могу доказать это ученому миру. Через 60 лет точнее. Нужны инструментальные измерения. А у меня их нет. Когда вместо уроков нас, малышей, бросали на сбор колосков, помидоров и слив, это было тоже учебой. За колхозными сливовыми деревьями никто особенно не ухаживал. А урожая были отменными. Судьба сына военного привела в город Норильск. Начались походы в тундру, за грибами и ягодами. Нетрудно было заметить, что все живое, растения и животные, прячется в складках местности. Настоящие деревья росли только на южных склонах, солнечных и защищенных от ветра. Перед началом учебного года покупал школьные учебники. И еще до занятий прочтил от корки на корки биологию, историю, географию и астрономию. Однажды, недовольный формальными изложениями школьного материала, зубрия, но не думая, имел неосторожность сказать, полужитя полусерьезно, что после окончания школы поступлю в духовную семинарию. Подвергся дикому давлению школьник-педагогу, притворился раскаявшимся. Но все же теория академика опаренная жизнь зародилась в грязных лужах, в скобках, она лишь развилась там. И Дарвина происхождение видов, меня еще только школьника, точнее еще только школьника, не устраивали. В течение всей оставшейся жизни складывал наблюдения по пансперме и спермогенезису. Границу между живым и неживым так и не нашел. Ее, кстати, нету. Нет, не так. Граница есть, переходного ничего. Нет ничего переходного. Ладно, не отвлекаемся. Поэтому не доказал, но и не исключал божественное происхождение живой материи почти до старости. Сейчас мне 7.2. Зато окончательно убедился, что теория Дарвина об аэволюционной изменчивости видов объясняет только часть фактов. При глобальных катаклизмах новые виды появлялись из-за как черти из табакерки. Затем случилось откровение. Откровение. В общем, выставляю эту тему для отдельной главы. Сейчас, одну секунду. Горно пересыхает от разговора. Горно пересыхает от разговора. Говорит, да шуртом. Поэтому я потеряю всего одну минутку. Накрываться не хочу. Я пойду налю себе холодного чая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Исходил пешком все окрестностя города Норильска. На берегу реки обнаружил несколько десятков незаконных дач. На бедной торфяной земле росли грядки с петрушкой и редиской. В редкий теплый день на столах кипели самовары с сапогами. Угощаясь настоящим чаем, остров позавидовал северянам, имеющим хоть какой-то кусочек земли. Именно на севере сделал свое первое фундаментальное открытие. Представьте себе небольшую заброшенную церковь с куполом и крестом. А перед этим я, мальчишка, с увлечением прочитал книгу о Толстого гиперболуэта инженера Гарина. Затем многие годы две канала с бразной информацией лежали рядышком под сознанием. Затем озарение. Внимание! Купол от церквей – это накопители, а кресты, антенны для передачи духовной энергии. Налицо гениальное инженерное решение, а не только религиозный символ. Остается только гадать, откуда древние зодчи узнали об этом. Небольшое отступление. Значит, наблюдая за, участвуя в молитвенных мероприятиях, вот, я понял, что именно вот это священное действие является, используется тут физический закон, да. Знаете, какой? Вот. Это резонанс. Резонансное явление. И именно резонансное явление, когда тысячи, сотни или тысячи верующих молятся о одной, так сказать, на одной волне, во, во, на одной волне, резонансное явление позволяет тысячекратно усиливать эту энергию и передать ее туда. Вы поняли? Все, дальше расшифровывать не буду, но то, что я сказал, это важнейшая, это важнейшая информация для тех, кто думает. Учеба в Кисме, в городе Косовецка, мало что дала будущему садоводу, но плюсом считая родившуюся, родившуюся не прежде, жизни в каменном муравейнике. Реальный случай. Лежит человек, в луже крови, рядом больница. Проходят толпы людей, и никому, кроме меня, до этого нет дела. Всю оставшуюся жизнь крепло убеждение, что в мегаполисе, если жить там с детства, калечатся души людей, делая их черт с равнодушными потребителями, не более того. Кстати, не только души, но и здоровье. Несколько поколений в этих каменных джунглях, вот, и мы полностью ослабеем как эти, наши организмы. Снова на рельсах, 13 лет успешной работы, орден, грамоты и почетные звания, доска почета, карьерный рост, и все не то. И вдруг, случайно в разговоре, слышал фразу, да, это же так вот, бывает вот такое, которое перевернуло всю мою жизнь в строящемся городе. Саногорске, растут настоящие сливы, настоящие. Да вот, кстати, я считал всегда, что Сибирь, это ранетки, точка. Саногорский феномен, это следующая глава, беру отпуск, приезжаю, иду по рынку поселка Майна, вижу удивительную картину, на базарной площади сидит человек 60, перед каждым от одного до десяти лет отборных слив всех святого радуги, желтых, синих, темно-синих, черных, красных, красно-розовых, желтокрасных, и так далее. И все с тоской и надеждой смотрят на меня единственного покупателя. Даже сейчас, 30 лет спустя, да, почему я здесь скупщик не приехал, представляете, сколько было тогда слив в поселке Майна. Вот, скупщик не приехал, и вся площадь в этих сливах вот, но это феномен редкий, вот, почему я применяю слово феномен. Даже сейчас, 30 лет спустя, такую картину не увидишь больше нигде в Сибири. Все эти перестройки, новое мышление, дикий капитализм и ограбление дач поставили крест на сибирском дачном садоводстве. 85-й год, перекрытый Несей. Событие откровения моей жизни. Это городская выставка сельхозпродукции. Хожу, как зачарованный. Гигантские овощи. И тут же их хозяйки предлагают семена. Вырастил первый в своей жизни урожай. Морковку увеличил бутылку полвитровую, кстати. И шликнул размером свою голову. Забегая вперед, скажу, что больше этот уникальный местный ассортимент утерян безвозвратно. Дачники дружно перешли на яркие упаковки семян от неведовых фирм, которыми заварены базарные лотки. Среди них все больше генномодексировых сортов. А еще на рынке выставки увидел 500-граммовые яблоки опорта Алматинского, а еще боровинки, белого налива, папировки, разнообразия ранеток и полукультурах. Подчеркиваю, теплого водохранения еще нет, а изобилие плодов уже есть. Передо мной открылся удивительный мир Сен-Угорского садоводства. На дачах растут великое множество вишневолочные, степные великое множество, сливы китайские, груши и абрикосы. В моем еще туда рухнул мир, что в Сибири могут подсветать только рогетки, остальное под снегом. И сейчас, спустя более четверти века, эта книга писалась фактически 10 лет назад, нас по инерции все еще учат прятать все под снег. А вот снега-то и нет, вернее, его с каждым годом становится меньше и меньше. Жуткое зрелище зимой 2009-2010. Черное Паляция, Нагорска, до Абакана и Шушенского. И это в 40-градусной обороны. Зато за эти же четверть века почти исчезли ураганные ветра, которые для садов страшнее мороза. народная селекция. Так, наверное, я обещал, что фильмы длинные не будут. Ладно, еще одну главу. То, что я увидел и изучил, настоящая сказка. Все десятки тысяч строителей энергетиков и металлургов 80-90-х годов сошли с ума, то есть стали садоводами. На работе и на кухне разговоры только о садах и где кто и что раздобыл. К магазину с саженцами не подступиться. В самолетах и поездах кругом саженцы. Не упуская ни одного случая, почти на коленях выпрашивая разрешение следить хотя бы верхушку. Сначала одни неудачи или мертвые прививки или уродцы. Зато через много лет пришло понимание, что лучший фрагмент внимание, это фильм-то учебный, лучший фрагмент черенок для прививки это даже не середина срезанной ветки в скобках литературной источники, а именно нижняя две-три почки, не считая двух-трех спящих еще нижних. Это важное открытие наряду с такими же другими позволило за одно короткое лето выращивать на двух летних подвоев сливые абрикосы за одно подчеркиваю лето до двух двух с половиной метров высотой с мощным скелетом из десятого веток и сотни вызревших цветочек почек за одно короткое лето прививки. А дальше все это будем изучать как это, чтобы и у вас так было. Завод еще строится, впереди пуск, а город вымер, все на дачах, весь о счастливцах, получивших первый рожай плодов новых сортов, мгновенно становится событием года. Счастливцы уносят заветенный черенок и бегом на курс учиться прививать. «Великая подспорь» не все расхватывает. Наконец-то узнаю, что продавалось. Оказывается, лимонник китайский, о котором журнал написал, что он, кроме прочего, лечит импотенцию у мужчин. Учусь делать прививки, до чего оказывается просто. Все прививки, сделанные обычным перочинным ножом, переживаются. на второй год наглею и все делаю тяп-ляп. Почти все мертвые. Учусь на ходу, но год потерял. Умнею на ходу, но год потерял. Прививая, как все, пень под кору. Прекрасный результат. Но прошли годы, и уже взрослые яблони начали отсыхать, и больше того рушатся под грузом рожая. Вывод крепления подвоя с прививой не то. Попробую еще несколько приемов, устанавливаюсь именно на улучшенной каплировке и в пень в расщеп. Прекрасное надежное сцепление приводит подвое. Задатки будущего селекционера проявились маленькой хитрости. Так как дальше участок не безразмерный, иду в лес. Делаю сотни прививок на дикую ягодную яблоню сибирку возрастом в 1-3 года. Маскирую. Уже через месяц выбираю лучи саженцы, уже с плодов и веточками, и переношу свой сад. То есть, я же обещал не уточнять бы все это, но там получится сильно долго. Так, я все-таки уточню. Как только оттаивает земля, нахожу, а у нас их очень много, в Таге 1-2-летние, трехлетние корневые отводки яблонь сибирок, привая у самой земли, вращеп или лучшая каплировка, смотря какой толщины подвоя. Так, жду. В лесу все делается медленнее, там тень. Тем не менее, когда вижу, что наклюнулись, некоторые умудряются даже засвести. почему я говорю про плодовые веточки. Вот, засвести и получается через 3-4 недели я выкапываю искомым земли на тележку и в сад. А в сибирке растут рядом, тайга рядом. Вот, ну что, друзья, получается, что наверное на этом я и закончу. Я сейчас просто вот так вот делаю, чтобы вы поняли, что то, чем я занимаюсь, это не шутки. Это фотографии, которые в книге. Все. Итак, мы закончили вторую серию. Длинные, сами знаете, современные поколения уже долго не смотрят. Начинал с 3-4 часовых фильмов. Вот, чем закончил. Итак, наверное, каждый раз мне надо заходить сюда. вот это мой сайт. Хотите со мной познакомиться, вы делаете так. Вот, смотрите, я адек 3 слова по-русски. Сайт, садорожелево. Ну-ка, я так сделал, я думаю, так не делал. Сайт садорожелево. Ага, искать мне надо так все это. Можно сюда нажать, можно сюда. А, вот, кстати, тут еще есть Сергей. Ну, ладно. Сергей, это мой сын. Итак, оказывается, послушайте, ой, как интересно. А я тут сто лет не был. Это все про меня, про меня, про меня, про меня. Бесконечно, бесконечно. Так, теперь, кто тут еще интересует. Сам смотрю с удивлением. Вот это картинки, да, такого, боже мой. Ну, тут не все мои, я смотрю, попадаются и не только мои, но в основном мои. Вот. В основном мои фотографии. Видите, сотня сайтов присвоила его. Как? Смотрите, фотографии сделаны в моем саду. Я десяток раз вам рассказывал это, пояснял, но смотрите внимательно. Сад Мордовии. Это значит, что у сада Мордовии, у этого питомника, или это может быть нет рассад. А что же это за сад, у которого нет своих этих абрикосов, чтобы их сфотографировать? Вот, присвоили мою фотографию. Видите? Вот. А здесь еще написано, абрикос монастырский. Уже монастырский стал, а всю жизнь был серапилом. Вот. А здесь абрикосы уже издал. А вот у меня эту фотографию украли. Если бы просто некоторые сотни таретка, кто свой логотип вставит. Я те, кто просто берет мои фотографии, здесь десятка популярных разнорованных, я не говорю там что-то, я присвоили. По-другому еще говорю. Случайно перепутали вместо своей мою вставили. Но когда появляется логотип сад Мордовии, это чистая кара. Сад Мордовии украл мою фотографию с моего сада. Но это случайно. Совершенно случайно я вот случайно я как сюда выбраться теперь. А, вот так. В общем, я бы мог комментировать это, но сегодня задача я просто вам процитировал вторую часть книги. А так как мы все-таки попали сюда. Так, вот он сайт Садова до Желедова. Вот так. Теперь надо вот сюда. А вот еще раз набрали сайт Садова до Желедова. Официальный сайт. Вот он. Значит, что здесь интересного? Каталоги устарели. Ну, все, скоро новое будет. Так, я, значит, еще скажу, что на последнем вебинаре я провел небольшой этот сам математический расчет. Значит, человек купил у меня 240 косточек по 25 рублей, 280. Получилось 7 тысяч. Половина у него уже примерно растут в виде саженцев. То есть порядка 140 саженцев. 7 тысяч. Вот. За 288 платят. А дальше что? 7 тысяч. А 8 тысяч стоит, а 1 саженец яблони из Финляндии. Вот так. Теперь так. Что здесь интересно? Гостевая книга. Вот сюда попали. Видите свежее объявление? Что состоит сочетной вебинар 23-го. Сегодня у нас 19-е. Майя. надеюсь, вы успеете выйти в это объявление и присоединиться к вебинару. Там подробнее. Вот. Книга это сжато все. Вот этот момент посмотрели. Вот. Публикации огромное количество. Я сам не верю, что я столько создал. Значит, в Ютубе в Ютубе 2800 фильмов моих. Поверьте, я не ошибся. Не 2800, не 2800, а 2800. Это моя работа. Это моя это самое. Я себя практически обессмертил. Почему я так говорю? Потому что да, контакты вы найдете. Видите? Жейли Зуб Сан Си. Это для общения со мной. И наконец фотогалерея. Я первую серию показывал, все раз показывал. Этого не может быть никогда. Это доказательство того, что я не в Крыму снимал, потому что это приезжали ко мне. В данном случае этот человек ведет даже московская телевидение уже. Ко мне приезжали из Москвы телеканал Культура. Десятки фильмов сняты сибирскими телеканалами. Значит, я сказки не рассказываю. Это все в Сибири. Поначалу мне не доверяли. А ты первые годы публикации. А ты на рынке купил у азиатов эти самые персики, абрикосы и это самое. Представляешь, что это ты вырастил больше этого. Вот та самая линейка, смотрите, которая разоблачила добрую сотню интернет-магазинов и сайтов, которые присвоят мои фотографии. На очень многих моя линейка фирменная. Вот это. Все, друзья, мы заканчиваем на этом вторую серию. А почему я все это вам показываю? Это потому, что еще поверить надо, что это все в Сибири. Вот. И что в Сибири растет такая роскошь. Это еще не самое крупное. И еще в природе таких еще пару слов. Почему надо читать книгу дальше? Мне читать, вам присылать 50 или 100 рублей для того, чтобы я мог это полностью, а это несколько десятков получается глав. Вот. Чтобы, а сейчас такой период, что надо это, просить помощи у вас. Итак, 8-960-776 8-960-772 этот телефон привязан к карте. А я вот так демонстрирую вот такие вот плоды, говорю, в природе их не существует. Существует не так. В природе существует в единственном таком, в единственном экземпляре. по железу одни считают это официальная наука, это кемигрализация нет. И кемигрализация лжа наука, я цитировал на раз, уважаемых генетиков, а уничтоженная Лысенковская Митюринская школа считала, что они есть и доказывали это. А мое мнение да, есть, но в единственном числе при каждой прививке где-то визуально видно, где-то не видно. Тем более не видно морозостойкость, сразу не видно. Только годы подтверждают или отрицают. Вот. ледитивные гибриды меняются с каждым поколением, с каждой косточкой и с каждой прививкой. Это одно из моих величайших открытий. Вот. А доказательства вот они таких все это вот это вот такие это не самые крупные вот это все было было выращено специальной технологии естественно никакого ГМО естественно только прививки по специальной технологии которая привела к укроплению я назвал это возвращением ВДМ возвращение атовизма красиво звучит возвращение ВДМ вот я даже жалею что третья книга которая сейчас идет набор денег на третью книгу называется по-другому надо было назвать ее но уже поздно назвать ее возвращение в ЭДМ возможно быть я эту серию назову возвращение в ЭДМ так все друзья заканчиваем остановить запись до встречи до встречи до встречи до встречи Продолжение следует...